Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ну, вы знаете, что у нас после Пасхи, после Воскресения Христова и до Дня Вознесения Господня проходит 40 дней. И в эти 40 дней мы вспоминаем о том, как Господь являлся тем или иным образом своим ученикам и апостолам, и какие происходили события вот в его этой жизни после Воскресения. Помним, как апостол Фома ощупывал его раны, помним, как жены мироносицы рассказывали апостолам о том, что ангел им сообщил, что Христос воскрес, а апостолы думали, что они повредились немножко в рассудке, потому что женщины, им трудно пережить такие горькие события. Ну, и вот, наконец, двое из апостолов от 70, Лука и Клеопа, идут в Эмаус. И вот, что интересно, что они идут и беседуют о том, что их больше всего заботят. А больше всего их заботят именно эти события, которые произошли. Они гадают, что это такое. Либо выкрали тело Учителя из гробницы, либо действительно воскрес. И вот, когда мы знаем, по слову Писания, когда двое или трое собираются во имя Божие, то Господь пребывает с ними. И действительно, к ним присоединяется третий путник, и они ещё не знают, что это Господь. Ну, точнее, не дают себе воле поверить в это, потому что они ещё сами для себя не решили, что же всё-таки произошло. Напутали что-то жены мироносицы, или действительно, или кто-то всё-таки похитил тело Спасителя. И Господь вступает с ними в беседу, и они рассказывают ему свою версию пришедшего, свои недоумения, свои вопросы, удивляясь, что как это так? Он что вообще с Луны свалился? В Иерусалиме как бы нет других, более важных событий, чем это. А он им спрашивает, о чём вы так беседуете? Что вас так волнует? Что может ещё волновать их, как не эти события? И тогда он начинает объяснять им все эти события, что говорили пророки, о чём он их сам предупреждал. И, конечно, они удивляются его такому познанию, его эрудированности, как мы сегодня сказали бы, но при этом всё равно они не признают в нём учителя. Вот это самое удивительное, что они видят его лицо, они слышат его речь, его интонации, вот, его такие аффективно заряженные высказывания. Господь всегда говорил очень так, эмоционально. Он говорил, о, несмысленные и косные сердца! И вот, несмотря ни на что на это, но кто из путников вот так вот встретит двух людей и скажет им, о, вы с несмысленным и медленным сердцем. Никто ж так не будет говорить людям незнакомым. Понятно, что это с ними разговаривает их учитель, повторяя то, что он уже много раз им говорил, что они очень косные на веру, когда восклицал, о, доколе я буду с вами, и так далее. И даже тут, вот, видя его, слыша его реакцию, его такие характерные для него интонации, они всё равно не узнают его. Но, придя в Эмаус, им не хочется с ним расставаться. Вот, они ещё не поняли, что это Иисус, а расставаться им уже не хочется. Он говорит, что он должен идти дальше, они его говорят, ну, уже поздно, темно, зайдём вот здесь вместе поужинаем, поговорим ещё, может быть, ещё чего-нибудь он им такое утешительное расскажет, что, может, действительно, всё-таки воскрес Христос. И уговаривают его, значит, с ними отужинать, надеясь, ещё у него вызнать какие-нибудь подробности. Всё-таки, если воскрес, то как, где, где его искать, где его найти. Вот. И, когда он садится с ними за стол, берёт хлеб, благословляет его, и, собственно говоря, совершает Евхаристию повторение Тайной Вечери, то тут вдруг как удар молнии до них доходит, что это Господь. Они вдруг поняли, они просто увидели всё это своими глазами, даже сказать ничего не успели, но Господь, разделив между ними хлеб и благословив его, скрылся из виду. И вот они говорят, как же мы не догадались, ведь сердце-то нам всё-таки что-то говорило, а мы его как-то не слушали. Как же вот не высказать эту радость, не проявить эту любовь к учителю, который был с ними и столько с ними времени провёл в пути, и всё им рассказывал, объяснял. И, в общем, им было уже, конечно, в этот момент не до ужина. Они схватили, значит, эти хлебы и побежали, уже бегом, побежали в Иерусалим скорее рассказывать, потому что они были уже очевидцами, очевидцами воскресшего Христа, который был с ними и совершал с ними евхаистию. И, конечно, это не только историческое событие, которое мы сегодня вспоминаем, как вспоминаем, и много явлений Христа после Его воскресения, но это ещё и некоторое нам повод обратиться и посмотреть на свою жизнь. Вот как часто мы иногда ищем ответа там, где ответ рядом. Я вспоминаю такой случай, когда одна женщина, чтобы получить ответ, проделала очень большой путь. Она доехала до, из Москвы до Почаева и добралась там до какого-то старца. Вот. И вот всё изложила ему свои там проблемы, вот, и сказала, каков будет ответ. Он говорит, ну, ответ будет, можешь вернуться к себе домой, иди в храм, исповедуйся, причастись, и во время причастия тебе будет ответ. И вот получается, какой она долгий путь проделала, ответ был рядом. Вот Христос, который присутствует во время Евхаристии, который сам присутствует в этих святых дарах. И вот здесь за Евхаристией мы действительно можем спрашивать у Господа, общаться с Ним и получать ответ. И действительно мы, как те путники имаусские, очень часто с закрытыми глазами, с закрытым сердцем стоим рядом перед дверью, которую почему-то сами не открываем и ждём, когда кто-то нам откроет, когда кто-то нам объяснит, хотя все ответы у Него, у Господа, который есть истина, путь и жизнь. Аминь.